Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. В общем, их одежда будет отвратительной и отталкивающей. Первым из рабов Всевышнего будет одет пророк Ибрахим, мир ему. Передают со слов Ибн Абаса, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Всевышний и приветствует, сказал. «Поистине, будете вы собраны босыми, нагими и необрезанными». Затем он прочитал аят, в котором сказано. «Как мы создали творения в первый раз, так же легко воссоздадим их, выполнив обещанное». «Поистине, мы сделаем это, в этом нет сомнения». Сура Аль-Анбия, аят 104. После чего сказал. «Первым, кого оденут в день воскресения, будет Ибрахим». Хадис передал Бухари, 3349. Ибн Хаджир сказал. Аль-Байхаки передает от Ибн Абаса похожий хадис с добавлениями. Посланник Аллаха, мир ему и приветствие, сказал. «Первым, кто будет одет в одежды рая, будет Ибрахим. Его облачат в прекрасное райское одеяние. После этого принесут престол и поставят справа от трона. А потом приведут меня и облачат в прекрасное райское одеяние, которое не способен представить человек». Взятое из книги Фат Хальбари, том 11, страница 384. Ученые говорят, что причина, по которой именно Ибрахим будет одет первым, в том, что за всю историю человечества не было на земле человека более богобоязненного, чем Ибрахим. И его оденут первым, чтобы успокоилось сердце его. Есть еще одна версия. Возможно, что те, кто бросил его в огонь, раздели его до гола на глазах у людей, как поступают с тем, кого собираются убить. И возмещением ему за это станет то, что он будет одет первым из всех людей в судный день. Это, пожалуй, наилучшая версия. Хадис передали Куртубе Таскира. Передается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал. Вы будете воскрешены босыми, нагими и необрезанными. Люди спросили. О посланник Аллаха, мужчины и женщины будут смотреть друг на друга в таком виде? Он ответил. Этот день будет настолько ужасным, что люди не будут заботиться об этом. Хадис передал Бухари. 6 тысяч 527. В одном из хадисов передается, что люди будут воскрешены в той одежде, в которой умерли. Сообщается, что когда Абу Саид Аль-Худри был при смерти, он попросил, чтобы его переодели в новую одежду, а затем сказал. Я слышал, как посланник Аллаха говорил. Умерший будет воскрешен в той одежде, в которой умер. Хадис передал Абу Дауд. 3 114. Может показаться, что этот хадис противоречит тем, в которых говорится о том, что люди будут воскрешены нагими. Ученые согласовали эти хадисы следующим образом. Первое. Они будут воскрешены в этой одежде, но после воскрешения она износится, и они окажутся нагими на месте предстояния. Второе. Они будут воскрешены нагими, затем получат одежду пророки и праведники, а после этого все остальные люди, то есть каждый оденется в то, в чем умер. Третье. Некоторые ученые посчитали, что этот хадис относится к мученикам, потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел хоронить их в той же одежде, в которой они умерли, чтобы эта одежда была их отличительным признаком в день воскресения. Четвертое. Под одеждой могут подразумеваться благие дела. Например, как в этих аятах. Всевышний сказал. Смысловой перевод. Однако одежда богобоязненности наилучшая. Сура аль-Араф. Аят двадцать шестой. Также в Коране сказано. Смысловой перевод. Одежды свои очищай. Сура аль-Мудасир. Аят четвертый. Имеется в виду, что человек будет воскрешен на том деянии, на котором он умер. Если его последнее дело было хорошим, то это будет хорошо для него. А если его последнее дело было плохим, то это будет плохо для него. Об этом свидетельствует хадис от Джабира, который сказал. «Я слышал, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит. Каждый раб будет воскрешен так, как он умер». Хадис передал муслим. Две тысячи восемьсот семьдесят восемь. Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что посланник Господа, да благословит Его Всевышний и приветствует, сказал. «Когда Аллах посылает наказание на какой-нибудь народ, оно поражает собой всех тех, кто находится среди этих людей, а потом их воскресят и будут судить по делам их». Хадис передал Бухари. Семь тысяч сто восемь. Это также подтверждается другим хадисом от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах. Который сказал. «Один человек, находившийся вместе с посланником Господа, да благословит Его Аллах и приветствует, во время стояния на Арафате, неожиданно упал со своей верблюдицы, сломал себе шею и умер. Пророк, да благословит Его Аллах и приветствует, сказал. «Обмойте его водой с ююбом, вид финика, и заверните тело в два куска ткани, но не умощайте его благовониями, и не покрывайте ему голову, ибо поистине в день воскресения он будет воскрешен произносящим ля-байк». Хадис передал Бухари. 1265. Передается от Абу Хураеры. Да будет доволен им Аллах, что Пророк, мир ему и благословение, сказал. «Каждая рана, которую мусульманин получил на пути Аллаха, появится в день воскресения в том же виде, как она была нанесена. Кровь будет сочиться из нее, и цвет этой крови будет такой же, как и обычная кровь, но она будет пахнуть мускусом». Хадис передал Бухари. 237. Поэтому желательно просить умирающего произносить «Ля-Эллаха и ля-Ллах», чтобы эти прекрасные слова стали его последними словами в этом мире и чтобы его воскресили произносящим шахаду. Смотрите в книге «Фатхальбари» 11.383. О Аллах, мы просим, чтобы Ты сделал нас обитателями рая по своей милости. Амин. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Инчааллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок Судному Дню. Мы всегда будем рады Вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.